Все ребята получили возможность вам позвонить по видеосвязи, поболтать с дедушкой, еще и посмотреть на него. Кто обычно звонит, откуда? Мы общаемся по видеосвязи со всей планетой. У меня был рекорд. 99 звонков в день. Дедушка, какой самый невероятный подарок ты дарил в этом году? Рыбку золотую. Какие желания загадывает сам Дедушка Мороз? Мне хочется, чтобы люди были подобрее. Здравствуйте, это программа «Евразия дословно». Меня зовут Камила Тилова. И сегодня мы беседуем с главным новогодним волшебником Дедушкой Морозом. Здравствуйте, Дедушка. Здравствуй, милая. Здравствуй, любимая Камилочка. Хорошая девочка. Вот такая девочка. Дедушка, ну в очередной раз мы приехали к вам в вашу усадьбу, в резиденцию в Кузьминке. Скажите, а у вас есть еще какие-то дома, дачки? Где вы еще обитаете в течение года? Ну, начнем с того, что я зимний волшебник. Ты об этом знаешь. Поэтому все теремочки, дома, усадебки по всей России рассеяны. Их много. Главное здесь, в Москве, в Кузьминках. Есть в отчинах, где как бы вроде бы по всем метрикам вроде бы я там появился. Хотя говорят, бабушка зима говорит, что в Лапландии где-то. Но моим друзьям, моим помощникам ведь я доверяю. Они у меня хорошие, добрые, знающие. Все, что делают, делают правильно. А я им помогаю. Детушка, какие у вас основные обязанности, кроме того, что вы подарки детям дарите? Обязанности. Ну, начнем с того, что я просто живу. Просто делаю какие-то хорошие вещи, добрые. Многие называют это чудесами. Да нет, это просто жизнь. Люди в силу своей закомплексованности, образованности, воспитанности, ну, вообще, жизненных обстоятельств. Думаю так, что чудеса – это нечто такое сверхъестественное. Да нет. Это наша жизнь. И надо делать так, по совести, по жизни, чтобы всем было хорошо. И тебе, и другим. И когда ты так делаешь, это правильно. В этом году все ребята получили возможность вам позвонить по видеосвязи, поболтать с дедушкой еще и посмотреть на него. Кто обычно звонит, откуда? Уже не первый год. Уже не первый, а год третий или четвертый, а может, даже пятый. Мы общаемся по видеосвязи со всей планетой. Вот как. Да, миленькая? И здесь нам не важно, кто позвонит. Бывает так, что звонят, знаешь, выныривает из бассейна и говорит, ой, привет, дедушка. Это приятно. Или в дороге едет за рулем, милая, очаровательная бизнес-леди. И я с ней общаюсь вот так вот где-нибудь в Финляндии или в Швеции. Это неважно абсолютно. Или в Астралии, или в других странах, не буду называть, они сегодня не очень прилично себя ведут. А я хочу сказать, что детишки пишут и звонят, и говорят, и это так приятно с ними пообщаться вот так вот по видео. Поэтому у меня был рекорд. Я как-то один день, одного звонка не хватило, 99 звонков в день. Ничего себе. Да, 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 с такой ответственностью прямо и с удовольствием пообщался со всеми. Немножко устал, но усталость хорошая. Поэтому видео звонки для нас это лучшее, что можно сегодня придумать для того, чтобы вот так общаться вживую с людьми. Конечно, сюда когда приходят тоже хорошо, но видео звонки замечательно. Но ребята у нас же живут далеко иногда от тебя, дедушка. Наверняка и письма пишут все еще по старинке. По всей планете живут. Ребятишки, которые говорят на понятном для нас языке, они живут по всей планете. И это самое важное, что они помнят свой родной язык, что они говорят на нем, что они общаются, благодаря, конечно, большей степени родителям. То есть письма сюда приходят даже из других стран? Да, конечно. Да, и из Китая, из Америки приходят, да, из Европы доходят, все нормально. Читаются ли эти письма, дедушка? Конечно. Я читаю практически все письма, кроме тех, в которых содержания нет. Бывает так, что ребенок с родителями вкладывают в конвертик, ну, так, почеркушки такие какие-то. Ну, родителям приятно, ну что ж, я с удовольствием посмотрю, отложу, оставлю. Если действительно в этом есть какой-то художественный образ, тогда да. А если нет, ну что ж, значит нет. А так на все письма отвечаем, где есть обратный адрес. Потому что мои помощники, они всегда говорят, ну, а кому мы отвечать будем? Как же так? И поэтому для нас очень важно, чтобы вот была такая взаимосвязь у нас. Сколько насчитали письма? Более ста тысяч. Ого! Это же целый завод письменный. Мешками, миленький, миленький, мешками. Да, мы все это просматриваем, обрабатываем, на все, что надо, отвечаем. Ну, а как же? Люди же пишут к нам просьбы, пожелания. Ну, и, конечно, ждут от нас какой-то реакции. Как же мы не ответим-то? Это нормально, это нужно делать. Надо, чтобы каждый... Я не чиновник, я всего лишь зимний волшебник, дедушка Мороз. Но, тем не менее, надо каждому чиновнику равняться вот на дедушку. И тогда все наладится. Дедушка, очень часто родители пугают своих детей о том, что будешь плохо себя вести, дедушка Мороз не принесет тебе подарок. Как на самом деле обстоят дела? Плохие дети или дети с плохими поступками? Или кто не получит подарок в этом году? Ну, я начну с того, что все дети рождаются как белый лист. И потом они уже приобретают те положительные, отрицательные качества, которые заложены уже в их родителях. И если родители в чем-то не преуспели или в чем-то опоздали, или воспитание пострадало где-то в них, ну, обидно, конечно, бывает и мне, и моим друзьям, а когда дети приходят вот с такими воззрениями, что это неправильно, это неправильно, дедушка ненастоящий. Вмывает, да? Конечно, а как же, не без этого. Маленькие дети – это слепок родителя. Вот. И если родители в чем-то, ну... Не доработали? Не доработали, да. Да, да, да. Ты правильно сказала, не доработали. Вот. И дети поступают практически вот точно так же. Поэтому я всегда говорю, не надо обижаться на детей. Подарки получат все. Но! Дедушка знает, кому что подарить по заслугам. Вот так. Дедушка, какой самый невероятный подарок ты дарил в этом году? В этом году рыбку золотую. Да. Ну, естественно, не просто так эту вот игрушку какую-то, а в аквариуме. Кому так повезло? Что нужно сделать, чтобы получить золотую рыбку? Я прямо скажу. Написать письмо прежде всего дедушке. Ну, рассказать, почему тебе? Зачем тебе золотая рыбка? А то говорят, вот мне лошадь, вот мне собачку, вот мне... Телефон, наверное, чаще всего. Или компьютер. А ты знаешь, миленькая, Камилочка, нет, нет, нет. Всем больше заботятся о здоровье. Вот, вот здоровье. Близким, родным. Вот это чаще всего встречается в письмах. Ну, а подарки? Подарки, да, конечно, дети просят. Что им не хватает, то и просят. А как правильно загадать желание? Научи нас, пожалуйста. Загадать желание? Ну, надо прийти к дедушке. Просто мы сейчас сидим в домике желаний. Да, да, в тайном домике моем. Вот что нужно сделать, чтобы желание сбылось? А ну, есть у меня волшебный посох, это раз. А потом, не прикоснуться к нему надо, а обратиться ко мне. Ну, я же волшебник, я помогаю. Я же делаю все, что в силах моих волшебных обязательно помочь человеку. Это моя обязанность. Поэтому надо задумать обязательно что-то очень доброе, очень нужное, которое никому, во-первых, не помешает и не навредит. А наоборот, поможет и тебе, как Санта мне как-то сказал, говорит, степ-бай-степ, шаг за шагом. Вот шажочками друг за дружком вот так вот выстраивается все, и тогда все получится. Главное, не стоять самому в стороне, а действовать, жить, творить. Дерзать, не бояться ничего. Вот тогда все получится. Какие желания загадывает сам Дедушка Мороз? Мне хочется, чтобы люди были подобрее, чтобы чаще помогали друг дружке. Не в каких-то вот важных делах, а во всем, во всем. Вот обратился, посмотрел, повернулся, помог. Уметь увидеть желание другого. Помочь ему. А чаще ходить в гости. Да. Почаще обращать внимание на книжки. В книжках суть нашей жизни, история и даже описание будущего. Все есть. Все есть. Уметь прочитать, уметь увидеть. Вот что важно. Дорогой Дедушка Мороз, можно попросить тебя поздравить наших телезрителей? Дорогие мои дружочки. От всего сердца я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Новый Год – это новые мечты, новые желания, новые свершения. Ну и, конечно, я хочу, чтобы на вашем жизненном пути прежде всего все было ладно, да гладко. И тогда, если вы правильно все выстроили, даже если вы ошибаетесь, это не страшно. Но живите по совести, с правдой, по жизни, и все получится. Ничего не бойтесь. Все будет хорошо. Главное – думать о будущем. Вот. Спасибо большое за настоящую встречу, когда можно вот так вот потрогать тебя, Дедушка. Потому что приехать сюда – это, конечно, большая радость для всех. И для меня тоже. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча, что мы еще увидимся. И я с удовольствием приглашаю всех жителей нашей большой, красивой, очаровательной планеты Земля почаще радовать друг другу вот такими встречами. И не забывать, что жизнь – это каждый миг, и его надо ценить. А я напоминаю, что это была программа «Евразия дословная». Мы были в гостях у главного новогоднего волшебника – Дедушки Мороза. Оставайтесь с нами. Вместе интересно.